День сегодня вообще выдался аварийным. ДТП с общественным транспортом произошло утром в Иркутске на остановке курорт Ангара. Дорогу не поделили два автобуса. К счастью, никто из пассажиров не пострадал, разве что оба водителя получили материальный ущерб. Избежать ущерба минимум на 3 миллиона рублей помог охранник в Иркутске. Мужчина обезвредил вооруженного злоумышленника. Причем история эта похожа на настоящий боевик, жертвами в котором могли стать ни в чем не повинные люди. Все детали прямо сейчас. Эта камера видеонаблюдения видела многое, но такой экшен в ее поле зрения попадает впервые. Мужчину в форме охранника зовут Альберт Чемизов. Более того, он и есть охранник бизнес-центра, который увидел, как незнакомец садится во внедорожник арендатора на парковке. Что было дальше, Альберт рассказывал уже сотрудникам полиции. Ты что угоняешь его что ли? Он говорит, да ты выпусти меня. Я говорю, никуда я тебя не выпущу. Ну все, он говорит, ты меня все равно выпустишь. Я достал нож и начал нападать на меня с ножом. Незнакомец с ножом попытался догнать охранника. Не получилось. Больше минуты они бегали по парковке. Один атаковал, второй защищался. Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы спустя мгновение. В криминальной истории не появился третий герой. Точнее героиня. Я хотел заходить в лифт, а оттуда бабушка выходит. Помощь пришла оказывается. Значит мы с бабушкой заскочили обратно в лифт и он тоже в лифт. Я его зажал и уже на втором этаже задержал. Охраннику удалось разоружить злоумышленника и связать ему руки скотчем. В таком состоянии подозреваемого и забрали сотрудники полиции. И теперь ему еще не раз придется объяснять, что же произошло на парковке. Подтянулся за грехом, он начал бегать. У меня в этот момент в кармане. Я чувствовал, что нож раскрылся, у него закрыт. Я его вытащил, как его выброс. В этой истории есть еще одно действующее лицо. Подельнику гонщика его также задержали. Правда на поверку мужчина оказался немногословным. Что можете пояснить по обстоятельствам случившегося? Не могу пояснить. Вину свою признаете? Вину признаю. Подозреваемыми оказались нигде не работающие жители региона. С собой у них находилось специальное оборудование для взлома автосигнализации. Правда ближайшие 10 лет все это богатство им вряд ли понадобится. Именно такой максимальный срок лишения свободы предусматривает статья Уголовного кодекса с названием «Кража». Евгений Шоев, Новости по будням.